Всем привет! Сегодня мы едем в Рим и проездом во Флоренцию. Сейчас мы находимся на политической площади Флоренции. Мы уже прошли обзорную экскурсию и сейчас хотим покушать, потому что уже обед. Поэтому сейчас покушаем и потом я буду возвращаться обратной дорогой, вот как мы шли сюда, и обратно возвращаться и все вам показывать, рассказывать, потому что не совсем было удобно снимать и слушать гида. И там уже расскажу вам о своих впечатлениях, что мне понравилось, что не понравилось. Нашли небольшой ресторанчик, очень такой приятный, музыка приятная, тихо итальянская играет. Мы сидим вот возле входа, заказали себе вот такие, я не знаю даже как это назвать, поляныцы или что-то, да, бутерброды. Вот такие зелень здесь, итальянская прошутто, горячая, да. Ай, моцарелла. Вот так руками лезду, вот видите, белая моцарелла. Сейчас покажу вам с этой стороны интерьер. Интерьер. Это витрина, еще хочу вот эти круассаны. Здесь такой мужчина стоит за барменной столикой. Там бутылки вина, мясо. Здесь всего три столика внутри. Это Анна кушает приятного. Вот эти там. И с этой стороны тоже такие вот приятные вентажные вещички. Большое фото с видами Флоренции. Так, мы подкрепились. В полной сил и энергии. Очень нам понравилось, кстати, кафе вот это. И недорого относительно. Всего 13 евро. За все вот эти булки эти очень сытные. Очень большие они по размерам. Поэтому мы наелись как кабаны. Так, сейчас покажу вам. Так, я что-то наелся и растерялся. Уже не знаю, что мне делать и куда мне идти. Еще ж надо не потеряться с нами. Потому что здесь очень-очень-очень много народу. Как я уже сказал, это политический центр. Вот такая площадь. Здесь фонтан с Нептуном. Очень красивый фонтан. Конечно, скульптура просто потрясающая. Если честно, я пока не позапоминал фамилии, кто здесь правил и при ком там, что ставили. Какие скульптуры, кто их делал. Помню, что скульптуру вот этого льва с гербом делал Донателло. И следующая скульптура, это тоже делал Донателло. Остальные не помню. Здесь можно сказать, что мы в открытом небе. Сейчас покажу вам дальше. Вот такие. Вот эта скульптура-копия. Оригинал находится в другом месте. Она изначально стояла здесь. Оригинал. Но потом убрали, потому что она начала разрушаться. Также здесь, смотрите, есть уже под наветом, так скажем. Тоже большое количество скульптур. Вот эта мне очень нравится. Черная. Это персей с головой медузы. Очень красиво сделано. И то, что она черная. Дальше не знаю, что за статуи. Но видно, что они старинные, такие в темных цветах. Вот лев, смотрите, какой. Конечно, все очень, очень все натурально. И честно вам скажу, что нужно смотреть это все вживую. Но находиться именно здесь. Потому что, скорее всего, на фото, на видео эта красота не передастся. Буду спешить и особо не вглубляться в подробности. Потому что время, как всегда, ограничено. И так буду стараться вам показывать вкратце. То, что меня больше всего впечатлило. И то, что мне больше всего понравилось. И дальше, походу, пытаюсь вспомнить дорогу. Потому что здесь все очень похоже. Вот такие темные, мрачные дома, стены. Если честно, конечно, я представлял себе Флоренцию немножко другой. Может быть, потому что Флоренция, Венеция, как-то созвучное название. Я думал, что здесь будет что-то в таком же стиле. Но Флоренция совсем с другой архитектурой. Здесь очень тяжелые, мрачные дома. И такая вот достаточно мрачная атмосфера. Даже, наверное, в какой-то степени средневековая. Видите, вот такие каменные дома. Коричневый камень. Так, и здесь мы находимся возле музея Данте Алигьери. Вот здесь плакат-веститель и постер с его изображением. Данте Алигьери был первым... Он написал божественную комедию. И в чем еще он... Как бы почему он известный? Потому что он сделал это на итальянском языке. Потому что до этого все произведения писались на латыни. А итальянский очень было много диалектов. И считался, ну, скажем так, ну, типа недостойным языком. Или что-то в таком роде. И он написал на флорентийском диалекте божественную комедию. Ну, здесь, как обычно, магазинчики с обеих сторон. Кстати, очень приятные ароматы. Такие ароматы парфумов. Потом кожи. Какие-то древесные. Мне очень нравится именно по ароматам. Иногда, конечно, попадаются немножко такие уже старые ароматы. Типа как плесень или чего-то такого. Но в целом... Ой, вот здесь дерево. Ой, здесь мастерская. Где проводят реставрационные работы кафедрального собора. Сейчас я вам покажу собор этот. И сначала покажу мастерскую. Смотрите окно. Видите, там находятся статуи. И проводятся реставрационные работы. Хотя я там людей никого не вижу. Наверное, у них выходной. Сейчас я покажу вам этот собор кафедральный. Это действительно здание, которое меня очень поразило. И честно скажу вам, после всей этой архитектуры, что я увидел вначале, да, вот действительно вот эти мрачные, тяжелые дома, стены. Я такую красоту здесь не ожидал увидеть. Но я даже не знаю, как вам это показать. Когда первый раз увидел, у меня прямо мурашки пошли по коже. И сейчас вот опять. Потому что действительно это очень круто смотрится. И вот это действительно то, ради чего нужно приезжать и смотреть это все своими глазами, а не по видео. Потому что на фотографии и на видео, конечно, такую... Это все не передается, эта красота. Это визитная карточка Флоренции. Она изображается на многих открытках. Боже, жесть. Вот сейчас тоже снимаю, у меня мурашки. Но это еще не все. То есть, это его... Одна только часть. И с обратной стороны еще огромный купол. На то время, когда строили этот собор, не было таких технологий по построению купола. Поэтому, ну, в общем, они намудохались, так скажем, с этим куполом. Я решил переключить камеру. Может быть, так вам будет виднее. Смотрите, вот эта часть, большая колонна. Она очень высокая. И вот эта передняя часть, которую мы с вами уже видели. И теперь смотрите, какой огромнейший купол. Ну, он просто гигантских размеров. Ну, я же говорю, что на видео это абсолютно не передается. Ну, это во-первых. Во-вторых, опять же, насколько здесь детализированная работа. Я просто в шоке. Насколько точно сделаны эти скульптуры. Маленькие детальки. Сейчас подойдем поближе. Конечно, особо близко здесь нельзя подойти. Потому что вы видите, везде заграждения. Но хотя бы что-то я вам попытаюсь показать. Везде, там наверху тоже находится скульптуры. Получается, подходишь близко, более видна детализация. Но не видно, что там находится сверху. Подходишь далеко, уже не так видно детализацию. Но ты понимаешь уже более, что перед тобой находится. Это сочетание цвета зеленого и персикового. Ну, я не знаю. Просто как мне тут, как глоток свежего воздуха. Этот собор. Обязательно, если есть такая возможность, нужно приехать посетить Флоренцию именно ради него. Мы уже направляемся к выходу. Практически подошли. И хочу еще показать вам немножко здесь. Ну, в принципе, вот архитектура, то, что я вам и говорил. Такая, видите, она темная. Такие тяжелые камни крупные. Вот здесь это очень хорошо видно. Вот, видите, тоже здание. Это дворец. Не помню уже, честно, по фамилиям, какая семья его построила. Потому что тяжело запомнить эти фамилии итальянские. Вот. Ну, вот то, что я вам говорил. Да, такая архитектура очень тяжелая. Вот смотрите. Видите, вот какой камень прям такой мощный. И, ну, вот как на меня, то такая вот достаточно здесь угнетающая атмосфера. То, что касается зданий. И совсем нет растительности. Вот сколько я тут ходил. Растительности никакой нет, потому что было... Перекресток. Было запрещено сажать растения в городе. Все это было за городом. Так, все, перешел в дорогу. Куда дальше? Ну, пошли посмотрим. Уже заблудились. В общем, уже в Флоренции я с вами прощаюсь. Увидимся позже. Все, мы уже добрались в Рим. Бросили свои вещи и пришли в кафе покушать. Потому что проголодали за целый день. Я, как всегда, уставший. На мотку мою не смотрите. Пришли вот в такое кафе. Здесь в основном местные кушают. Ну, вроде бы русского языка мы не слышали. Я читал тоже. Ну, где-то, не знаю, на каком-то сайте хорошие отзывы про это кафе. Заказали равиоли себе со шпинатом. И чай. Чай вот такой вот ромашковый. Ну, в принципе, в пакете как принесли вот такую горячую воду в ковшике. И чай. Это таблетку Мизим я приготовил себе. Вот. Ну, у меня, в принципе, как бы все нормально. Но я на всякий случай пью. Каждый раз с приемомом пищи, чтобы ничего там такого плохого не случилось. И потом покажу вам отель. Не знаю, или сегодня, или сегодня, может, уже не покажу отель. Очень крутой у нас. Это вообще супер. Ну, не знаю. Сегодня, скорее всего, уже не покажу, потому что я уставша. Уже, наверное, завтра будет более свободный день. Принесли нам равиоли. Вот так они выглядят. С томатным соусом. Очень аппетитно. Внутри с сыром и со шпинатом. Да. Я уже чуть-чуть попробовал. Очень вкусно. Мы пришли с прогулки. И я, наверное, сейчас сделаю вам обзор отеля, потом комнаты. Но видео это выложу получается раньше, чем это есть на самом деле. Ну, вы, наверное, ничего не понимаете. Вот. Ну, это уже я пришел сюда после прогулки по Риму. Потому что, скорее всего, она у меня больше подойдет сюда. В общем, вы ничего не поняли, смотрите. Ну, вы завтра, наверное, поймете. Так, это Анна сидит на нее, не смотрите. Смотрите, это такие кресла. Ну, мне очень нравится стиль этого отеля. Конечно, тут все старенькое, но я бы не сказал, что оно прям старое, а такое, знаете, ретро. И где-то там какие-то потертости, шероховатости, где-то, может быть, не в отличном состоянии мебель, но это, как на мой взгляд, да, придает... Анна включила Wi-Fi. Придает только такого, знаете, шикарного вида отеля. Это вот стойка. Там стоит, видите, молодой человек. Такие кресла вот с этой стороны белая. У меня такое бордовое кресло, такое же, как здесь. Иоанна там тоже белая. Видите, какой красивый светильник. И дальше там идет, поднимается лестница. Потом уже я туда буду идти, покажу вам, потому что я отдыхаю. Здесь так прохладно после жары. Смотрите, какие бра красивы. Такая, знаете, имитация хрусталя. Ну, вообще, говорят, что этот отель изначально был живым домом. Но мне он напоминает, знаете, какой-то отель из фильма ужасов. Такой мистики. Знаете, не совсем, конечно, ужасов, но что-то такое мистическое, типа, вот как Твин Пикс, вот что-то в таком духе. Какой-то отель в небольшом городе. Так, и покажу вам еще отсюда отель. Это вход. Это уже вот по лестнице поднялся на такой парапетик. Смотрите, как здесь красиво. Зеркала. Здесь вот такая ниша с серебряной посудой. Картина. Ну, здесь специально сделали вот такие зоны для фотографий. Тоже какая-то старинная, не знаю, ли старинная или не старинная статуя. Смотрите, такая покоцанная на мраморной стойке. здесь вот такой комод с этой стороны. Ну, очень классно. Тоже посуда. Картина, смотрите, какая огромная. Цветы. Цветы, конечно, подкачали, на мой взгляд, не очень. Хотя, кстати, на видео, смотрю, они смотрятся лучше, чем в жизни. Зеркала. Здесь зеркала, люстра какая-то. Ну, очень, конечно, мне нравится здесь дизайн. Дальше, смотрите, такая лестница, перила очень крутые. Вот такая скульптура женщины, держит руки фонарь. И здесь такой дворик. Поднимаюсь по этой лестнице дальше. Смотрите, какая люстра крутящая. Тоже кресло. и покажу вам сейчас свой номер. Начинается номер с вот такой двери. Я уже нахожусь в номере. И вот такой предбанник сначала идет. Вот дверь входящая в него. Там вешалка. Можно повесить вещи, но у нас висят там шляпы. Вот. И дальше заходим. С правой стороны шкаф. шкаф такой небольшой, не маленький, обычный по размеру. Две запасные подушки, есть вешалки. Все нормально. Дальше вот такой стол. Номер конечно большой, по сравнению по крайней мере с предыдущим. Не смотрите только на беспорядок, потому что мы тут уже живем, поэтому тут наши вещи. Зеркало, телевизор. Телевизор мы не включали, поэтому не знаю, он работает, не работает. Вот такая большая кровать, с этой стороны батарея, светильники, святая Дева Мария, икона, прикроватные столики, там картина, окно, шторы, высокие потолки такие, такие, смотрите, вот, здесь ставни, вот, есть обычные пластиковые окна, ставни, кстати, у нас возле выхода из отеля, вот, выход из отеля у нас вот здесь, видите, и напротив, или какой-то пункт военный, видите, вот, там ходит вот, парень с автоматом, постоянно там тусуются военные, что-то там разбираются с какими-то бумажками, вот, это постоянно там кто-то или дежурство у них, ну, в общем, постоянно вот это кто-то стоит с этим автоматом, это стремновато, стоянка мотоциклов здесь тоже у нас, ну, вид из окна вот такой обычный дома, и вот военные с автоматами, ну, мне нравится как здесь сделано, подобрано, видите, такие стильные обои, и очень все подобрано хорошо по цветам, то есть, нет ничего такого наляписого, шторы с таким вот легким, ну, в принципе, шторы с легким рисунком и обои, ну, видно, что кто это делал, человек со вкусом, ну, мне так кажется, конечно, это все делалось уже давно, потому что если, конечно, придираться, если придираться, то тут, конечно, очень много недочетов, допустим, вот видите, такие щель в дверях, и тут вообще, вот, неровно сделана сама вот эта рама, есть обои отклеены вот здесь, вот, ну, то есть, да, тут недочетов много, но в целом, если не обращать внимания, вот как-то сама атмосфера всего этого мне нравится, вообще сюда, когда только первый раз зашли, даже именно в сам отель, я был прямо в восторге, вот, ну, в принципе, это то, что я уже говорил, да, что он, действительно, у него такая атмосфера чего-то старинного, с историей, не просто какая-то коробка, да, кажется, что здесь даже у стен есть своя история, ну, вот так, мы очень довольны, потом еще покажу вам ванну, там просто сейчас Саня занимается делом, и показываю вам ванну, ванна вот в такой плитке, здесь душевая кабина, душевая кабина, конечно, маловато, плюс в том, что вот эти двери хорошо закрываются и не выливается на пол вода, но вот как для меня она маловато по ширине, когда вот душем этим моешься, да, сюда и туда руками, то не хватает места, вот такая вот раковина, это вот похоже даже на камень какой-то, зеркало, вот что зеркало в принципе обычное, окантовка вокруг зеркала сделано вот уже из самой плитки, ну это тут принадлежности наши, есть биде, унитаз, ну унитаз вам так издалека покажу, уже прям не буду, ну все в принципе чисто, фен, окно, вот что мне нравится, что есть окно, очень круто, ну вот такая ванна, в общем-то небольшая, но интересная, и сегодняшнее видео я заканчиваю, а встретимся мы завтра с вами уже в Риме, в его историческом центре, на обзоре достопримечательностей Рима, на сегодня все, всем пока, до новых встреч, субтитры,